Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаю новый влог и первым делом хочу ответить на интересующий многих вопрос. Беременна я или нет? Очень много было вопросов на эту тему. В инстаграм последний раз, когда у нас с вами был вопрос-ответ, прямо вот по этой теме вопросов было много. Итак, сейчас развеем с вами все мифы. Так, да-да-дам! Да, я беременна! Субтитры делал DimaTorzok Нам уже почти 7 месяцев, 30 недель. В начале октября я узнала, что беременна, то есть уже достаточно давно, и держала эту информацию втайне вплоть до 30 недель. Что сказать по поводу беременности? Девчонки, кстати, если есть у меня беременняшки или кто недавно родил, отпишитесь, пожалуйста, будем на эту тему общаться. Очень интересно. Первые 20 недель были очень тяжелые. Мне так тяжело давалось снимать каждый ролик. Девчонки, вы себе просто не представляете. В лёжку. Токсикоз начался на неделе с пятой. И всё, и понеслось. Просто в лёжку, запахи, любые абсолютно, на улице, где угодно. Просто мрак был. Первую беременность у меня такого не было. Я отбегала все 9 месяцев вообще без каких-либо признаков беременности. А здесь просто капец. До 20 недель. Мне все говорили, ладно, сейчас пройдёт 4 месяца, 12 неделям к 15. Нет, до 20, девчонки. Это просто до конца, получается, января. Очень тяжело было снимать видео, особенно передавать вам запахи. Это вообще какой-то капец. Но зато это была такая мотивация. Встать, собраться, привести себя в порядок и что-то начать делать. Это здорово на самом деле. Если бы не было этой мотивации, не знаю бы, что было бы дальше. Но несмотря на это жутчайшее состояние продолжительностью в 20 недель, как бы всё хорошо, всё нормально. А на дневном стационаре даже была капала витаминчики и так далее. Не сильно это помогало, честно говоря. Вот. И после 20 недель только стало полегче, начала ощущать жизнь. Хотя бы испытывать радость от каждого дня. Радоваться самому чувству, что ты беременна и так далее. Здорово. И ребёнок активный, не такой, как вот у меня была Ксюша. То есть я её, наверное, почувствовала только на седьмом месяце. Толчки такие робкие. А здесь, мне кажется, я месяца с третьего точно чувствую движение. А чем дальше, тем интенсивнее и хуже, и живот подпрыгивает. И вообще, ну, всё так интересно, всё здорово. Вы, девчонки, естественно, меня в этом плане понимаете. Многие из вас, наверное, по видео распаковки Ивановского трикотажа догадывались, да, там, как я и старалась всё-таки скрыть живот, но он уже виден. Хотя он у меня не такой совершенно большой и не такой формы, как был с Ксюшей, да. Хотя тоже вроде как девочка, сказали. И за всю беременность, за 7 месяцев я набрала только 2 килограмма. То есть фактически сама я, получается, похудела. А вот животик, да, ну, если учитывать вес уже плода, да, около плодной воды, то, что матка увеличилась в размерах и так далее, я набрала пока только 2 килограмма. Но учитывая вот эти 20 недель токсикоза, я там и не ела иногда совсем, и при взвешивании уходила иногда и в минусы, иногда мало набирала. В общем, в принципе, неплохо. Это неплохо, я считаю. И с лица вроде как я не изменилась. То есть с Ксюшей я, по-моему, с лица менялась. Я предвкушаю большое количество ваших вопросов на эту тему. Поэтому давайте под этим видео будете задавать свои вопросы. И мы через какое-то время устроим с вами, я сниму видео, вопрос-ответ. Отвечу на все интересующие. Не только про беременность. В принципе, давайте вопросы, которые вас интересуют, там по Фаберлик, по блогерству, по беременности и так далее, под этим видео пишите все свои вопросы. А я спустя какое-то время отсниму ролик вопрос-ответ. Еще, девчонки, не делала обзор. Были у меня в заказе джинсы для беременных в Фаберлик. Тоже хотела вам сделать отдельный ролик теперь уже. Специально оставила бирочку. И всякие какие-то интересные покупчики тоже. Вот, допустим, комбинезончик вот этот с Бонприкс. Очень классный, очень удобный. Но это все будет в будущем. Если вам интересна такая тематика, покупки, потому что я потихоньку начинаю уже закупаться, заказывать некоторые вещички, кроватку, матрасик и так далее, потому что все хочется успеть до приблизительной даты родов, даже, наверное, раньше. Потому что у меня первое было кесарево. Скорее всего, ну не скорее всего, а второе будет точно тоже кесарево. Плановое кесарево у нас 38-39 недель делается. Это срок на конец мая где-то. А приблизительная дата родов, да, у меня 8 июня. Но я думаю, все случится в конце мая, наверное. А там кто знает, где-то. В голове такой сумбур, вроде хочется вам все рассказать и передать, но как-то надо, наверное, было постепенно, с момента того, как я узнала, что беременна, снимать вам потихоньку ролик такой накопительный, да, про все свои походы, испытания. Ну, эти 20 недель, конечно, там снимать было нечего, просто у Лешку. Спала на ровном месте, постоянно хотела спать. Ну, ужас, в общем. Ну, вопросы свои задавайте, я обязательно на все на них отвечу. А сейчас мы с вами поедем по делам, нужно поменять права. Еще сегодня будет интересная распаковка. Я рада, что мама беременна, потому что у меня будет сестренка, и я уже жду-жду, мы уже начинаем потихоньку все покупать. Я, короче, рада. Да, это было самое заветное желание на протяжении, наверное, нескольких лет, да? Да. Девчонки, на улице вообще капец, сегодня 23 марта, еду менять права. 10 лет уже прошло, собрала все справки, документы на госслух, подала заявление. В общем, сегодня надо ехать. А тут метель, просто снег хлопьями, ну не метель, снегопад. Снегопад жуткий. И марафет навела, мне же фотографироваться надо на права. А у меня фотографии на первых правах вообще, конечно, капец. 10 лет назад, да, может сегодня хоть получится нормально. Взяла с собой косметику, даже если придется подправлять. Думала, сейчас пойду с зонтом, снегопад жутчайший. Но как мне выходить, он кончился. 23 марта, девчонки. Ладно, зима суровая, снежная, но затяжная еще такая, это вообще капец. Так устала от этой зимы, это ужас. Хочется уже солнышка, ну вроде завтрашнего дня потепление, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, там. Но все равно. Апрель через неделю. А у нас еще такой дубак, у нас сугробы. Сейчас покажу вам. Вот сейчас он идет, миленький снежок. Но, наверное, сейчас разойдется опять, потому что на небе все серое. И вот такие вот сугробы, жуть. Ехать на другой конец света вообще, просто на другой. Сейчас поеду по навигатору, я не помню. Я там была 10 лет назад один раз, и все. Сейчас муж мне рассказал, как начать ехать, да. Дальше я поеду по навигатору. Вот, через час, через час у меня уже запись, да. Тогда как права получу, расскажу вам что-то, как поехала. Что-то быстро я приехала, неожиданно, девчонки, и прям, наверное, минут за 25 по трассе. Это отлично, здорово. Еще есть время. Место хоть нашла одно-единственное на парковке. Тут прям народ и тьма. Не зонт мне надо было брать, а солнечные очки. И выехала, отъехала дома, прям солнце слепит вообще, капец. Ну, сюда приехала, опять солнышко скрылось. У меня вообще в эту беременность много испытаний выпало. Но, слава богу, они все после 20 недель, когда я себя чувствую уже более-менее лучше. И права закончились мотаться с этими справками. Тоже наркодиспансер, психдиспансер, потом вот эту единую справку, осмотр. Ну, слава богу, я даже это в один день все сделала. Удивительно, прям совсем удивительно. И фоткаться сейчас на справку не нужно, это тоже хорошо. Вот, потом что еще? Что еще мне выпало? Хотела вам рассказать все, пока доехала, уже мысли все в кучу. А, ну вот оформляю вот эту самозанятость, Фаберлик. Я потом обязательно вам расскажу, как это все делать. Потому что, допустим, я искала, когда в интернете, обращалась к своему наставнику, никто мне помочь не смог. В обратной связи тоже владеют, конечно, информацией, но как-то выдавали мне ее так вот дозированно, невнятно, нечетко. Мне приходилось сто раз переспрашивать, вроде неудобно. Но, а как неудобно, а что делать, да? Нигде информации нет, ни в интернете, нигде еще пока нет, потому что только с сентября 2020 года в Фаберлик как бы доступна эта услуга, да, оформление самозанятости от звания, от звания лидер, да, вот, чтобы вводить денежки. Вот отправила тоже, собирала эти все документы, но, слава богу, все это сделала дома. Вот, опять же, плюс принтера, да? Принтера, сканера дома, все сделала дома. Никуда не пришлось за справками ехать, я их все распечатала в режиме онлайн, собрала все документы, вот, распечатала договор, отправила по электронке часть документов на оформление единой цифровой подписи. Она почему-то нужна в Фаберлик, и именно Фаберлик, да? Ну, и хорошо, как бы, онлайн, опять же, онлайн никуда не пришлось ехать, она платная, но пока мне еще ничего не отвечали. Сказали, рассматривайте 30 дней вот эта заявка на единую цифровую подпись. И документы отправила по почте, то есть на физический, на юридический адрес компании, да? То есть по почте, не по электронной, а по такой, по наземной, да? Уже забыли все, как это делается. В общем, копии договора, которые я распечатывала, заполнила, подписала. Если, как бы, все нормально, мне должны одну копию договора вернуть обратно, подписанную уже компанией Фаберлик. Ну, в общем, тоже геморрой, много нервов, прям вообще вот эти все документы, вот эти все справки, прям выпало мне это на февраль-март, и голова кругом, вообще капец, конечно. Так, ну ладно, сколько у меня еще есть времени, девчонки, наверное, буду потихоньку выдвигаться. Надеюсь, вся эта процедура сейчас тоже достаточно быстро пройдет, снега нету, хорошо, макияж не потечет. Надеюсь, сфоткают там тоже нормально, поэтому покажу вам. Ой, ну что, девчонки, ну и мальчишки, вроде все не так страшно оказалось, минут 30, 30 чем-то я там проторчала, хотя была записана в госуслугах, да, все равно там была живая очередь, но меня пропустили. Я подошла, спросила, госуслуги, кто записан, да, пропускают по времени, но все равно потом пришлось сидеть, ждать очереди для того, чтобы тебя сфоткали. Кстати, фотографии нормальные, блин, вот я пожалела, права-то забрали старые, что я вам не показала старую фотку, там вообще трэш просто. Я вам новую фоточку сюда вставлю, почему-то качество какое-то странное, очень плохое, а так в целом, кстати, фотка нормальная по сравнению с первой, вообще шедевр на самом деле. Так что вот минут 30-40 я там побыла, сфоткались, и потом все равно опять же в общей очереди ждали выдачу прав. Все, все основные дела закончены, такие вот глобальные замены прав, документация, все это, слава богу. Я поехала домой. Девчонки, забрала еще на почте сегодня посылку, это Ивановский трикотаж от Текстильный угол. И сейчас у нас будет с вами примерка. Здесь у меня три вещи. Заказала костюмчик. Футболочку как раз под комбинезон носить в мае, когда тепло будет. 58 размер, девчонки, вот так выглядит. Такая серенькая, с розовым принтом. Ссылку на сайт тогда вам оставлю под видео. Еще у них на сайте есть пленки силиконовые на стол, такие достаточно плотные. Я все смотрела, думала брать, не брать. И все-таки вот кто такими пользовался, кто брал, напишите. Я вам фотографию ставлю, насколько это удобно. Вообще вроде пишут, что это очень удобно, здорово. Но у меня что-то какие-то сомнения пока взяли. Так, футболка в 58 размере, цвет меланж 100% хлопок. Сейчас мы с вами как раз под комбинезон ее померяем. Вот так она выглядит. Цельнокройный рукав, большая прям такая, большая футболочка. Приятная расцветка такая, ненавязчивая. Мне что, накладной не положили? Нет, мне не положили, девчонки, накладной, поэтому по ценам вас тоже не сориентирую. Но в среднем такие же приблизительно цены, как и везде на Ивановских прикодажах. Так, и костюм. Костюм тоже в 58 размере. Костюм Лекса, серый, 70 хлопок, 25 полиэстер, 5% лайкра. Вот этикеточка. Сейчас посмотрим. На весну тоже, на теплое весну. Но в принципе, наверное, можно будет и сейчас. Сейчас посмотрим. То есть это прям большой я взяла. Смотрите, какой широкий. Ну, сейчас посмотрим. На живот руках, кстати, цельнокройный, но в конце пришита вот такая вот, не знаю, манжета. В общем, чуть-чуть рукавчик в конце пришит. Большой, большой. Большой костюмчик, хорошо. Нитки торчат, как я где? Мне это не критично. И штанишки, они темно-серые и по бокам с полосками светло-серыми. Резинка прострочена, это хорошо. И внизу резинка. Я не люблю, когда спортивные штаны брюками. Внизу резиночка, это хорошо. Кармашки есть, тоже здорово. Сейчас с вами все замеряем. Так, и здесь же у меня еще носки. Носки брала ребенку. Вот такая вот упаковочка. Так, носки Сибирь, размер 23-25. Мне кажется, невеликоватый будет. Сейчас посмотрим, три пары. Они и мне, в принципе, самый раз будут, девчонки, эти носки. Но нормально, ничего, на вырост. Такие новогодние тематика, новогодняя коллекция. Голубенькие с мишками, зелененькие непонятно с чем. И с мишками тоже красные. Давайте красные, что я распакую, посмотрим. Хорошо сказать, распакую. Вот такие носочки. Они без подклада, без всего. Такие достаточно тонкие, но не сильно тонкие. То есть ножку будут греть. Кто здесь у нас? Новогодний мишка. По дому ходить на тренировки, надевать такие носки нам нужны. Нормально. Так, ну что, давайте мерить. Футболочка очень приятная к телу. Такая прям хлопковая, дышащая рисунок набивной. Надеюсь, не будет облизать. Хотя бы первое время. Вот так она выглядит, девчонки. Длина, в принципе, все нормально. Сейчас застегну комбинезон. Покажу в целом картину. Вырез мне такой нравится. То есть не под горло прям. Хорошенький, удобный. Очень приятная. Такая легенькая. В то же время она не светит, да? Не светит и белье не просвечивает. Я в этом комбинезоне чувствую ходить до самых родов. Поэтому запасаюсь футболками под него. Вот как это все дело выглядит. Комбинез такой достаточно низковатый. Тоже немножко великоватый в бедрах. Можно было бы как бы тут и пуговки перешить. Но я люблю, пусть лучше будет свободно. Вот. И он достаточно низковатый, да? Поэтому футболка, длина, все нормально. Не светит нигде ничего, да? Ну, так вот классненько, мне кажется, здорово. Вот какие-нибудь тапочки удобные. Прям красота. Так, давайте теперь мерить костюм. Вот костюмчик, девчонки. Кстати, карман не обманка. Он есть, хоть и кривой, но он есть. И вот как это все выглядит целиком. Сзади получается он полукругом подлиннее. Видно вам? То есть практически скрывает опу. А штаны по длине как раз мне на метр шестьдесят восемь. Потому что я хотела опустить их ниже, мне так комфортнее было бы. Но тогда получается, что здесь вот так вот по колено висит мотня. Некрасиво. Пришлось их натягивать вверх. И получается по длине, сейчас я вас опущу, они притык. Вот. Ну, так вот выглядит животик. Тут как раз беленькое и черненькое. Вот так. Ну, не знаю, в принципе, можно в таком костюме весной пощеголять. Ничего так вроде. Рукав относительно длинный. В штанах карманчики. Ну, ничего, такой костюмчик. Удобненький. Удобненький тянется. Борючки с лампасами. Ну, вот и все, девчонки, с вами все померили. На этом я влог буду заканчивать. Если видео было вам интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жду ваши вопросы под видео, к видео вопрос-ответ. Всех люблю. Целую. Всем весеннего настроения. И пока-пока.